Вакцинация О борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал на брифинге в правительстве края министра здравоохранения региона Владимир Колесников. Он сообщил, что вирус стал более агрессивным. Теперь у нас преобладает так называемый индийский штамм. Одна из его особенностей – короткий инкубационный период. Он может длиться всего 4 дня. Министр добавил, что край подходит к непростому периоду подготовленным. В больницах есть необходимые препараты. На их закупку с ноября выделили 260 миллионов рублей. Недавно на эти цели направили еще 17 миллионов. Если понадобится, будут развернуты дополнительные специализированные койки. Медики региона продолжают противостоять болезни, не жалея себя. Эта работа хуже, чем в горячем цеху. У мартеновской печи так жарко не бывает, как тяжело работать нашим людям. Это гипоксия, нехватка кислорода, это невероятная жара. Нашим медикам, девочкам, красивым девочкам, медсестрам, санитаркам, врачам, им приходится бриться наголо, для того, чтобы просто выживать в этих условиях, невыносимых условиях работы. И поэтому я повторяю еще раз, я обращаюсь к населению, будьте гуманны, не только к себе, но и к тем, кто потом по итогу оказывает вам эту помощь. Главным оружием против болезни остается вакцинация, но она сейчас проходит неравномерно. В отдельные дни число привившихся превышало 20 тысяч. Сейчас этот показатель 9-12 тысяч человек. При этом медики готовы делать больше 25 тысяч вакцин в сутки. Для этого есть и запас медикаментов, и подготовленные бригады специалистов. Сегодня мы получили 8 тысяч 100 доз спутник ВИИ. До конца недели мы ожидаем еще поставку 28 тысяч доз вакцины. Я думаю, что это произойдет в пятницу. И еще это спутник ВИИ, гам-ковид-вак. И Чумаковская ковид-вак, корона, она придет у нас порядка 2600, также зайдет еще до конца этой недели. Поэтому я повторяю еще раз, у нас нет абсолютно дефицита вакцины, я очень хочу, чтобы у нас не сформировался дефицит людей, желающих привиться. В хуторе Харьковском Кочубеевского округа отремонтируют фельдшерско-кушерский пункт. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства региона, в медучреждения обновят кровлю, противопожарную сигнализацию и коммуникации. Кроме того, специалисты облицуют плиткой стены и уложат новый пол. Для ФАПа закупят современное медицинское оборудование. Работы пройдут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Железноводске продолжается благоустройство школьного сквера. Как сообщили в прислужбе администрации курорта, на объекте обустроят новые парковочные места, детские и спортивные площадки. Также установят теннисные столы, лавочки и качели. Украсит центральную прогулочную аллею в фонаре в форме карандашей. Все работы проходят в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда». В Кисловодске на улице Замковой строят новую школу на тысячу мест. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства Ставрополя, на территории образовательного учреждения создадут спортивную зону, включающую два больших зала и помещение для хореографических занятий. Завершить работы планируют в этом году. Возводят объект в рамках регионального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Продолжение следует...